Музыка Здравствуйте, ребята! Ходили мы на выступление команд КВН Прошлое воскресенье И знаете, просто хотел поделиться впечатлениями Мне реально понравилось их выступление Выступали самые три сейчас самые высокие в рейтинге команды Это команда города Камазяк, Мурманск И вот эти вот двое лунатиков, как это там Чего-то короче, агентство Лунный свет Ну вы поняли, два чувака Ничего сказать, нормально вообще Так, тут мне надо в магазинчик заехать Я тут хочу купить пару прохладительных напитков Но я вернусь к вам Сейчас Я снова с вами Значит, впечатления такие Оно уже у нас, в общем-то, не впервые Но все равно вот так как-то получается Прикольно, в диковинку Ты видишь все лица, которые ты видишь На экране телевизора обычно Ну, чаще там с Ютубом И смотрим там КВН А тут они тебе, как-то получается, прям вот они здесь Вживую На сцене стоят И все знакомые лица И вот это вот Вот это вот как-то так Необычное такое чувство получается Довольно интересное Что хорошо, даже живя за границей В общем-то все равно Все вот эти вот выступления здесь тоже проводятся Особенно с таким курсом, наверное Они все, в общем-то, приезжают сюда за длинным рублем Они рекламировали там еще каких-то попсовых певцов В общем, какую-то хренатень Но я даже не знаю, кто это на самом деле Ну, там постоянно кто-то приезжает Это все происходило в театре, который раньше назывался Миллениум на Брайтоне Но сейчас почему-то этот театр, ну, видимо, со сменой хозяина Этот театр имя тоже поменял И теперь это называется не театр Миллениум, а Мастер Театр Мастер Театр на нем написано Ну, не суть до дела В общем-то все все равно знают его, что это Миллениум И, короче, не в этом суть Суть в том, что выступление Камызяков вообще самое было лучшее, самое крутое В общем-то, Мурманск я бы посчитал, что тоже не подкачал Я понимаю, не все, наверное, из вас смотрят этот КВН Но КВН и там еще одна передача Это единственное, что я вообще могу смотреть по телевизору, по российскому Да, вообще по любому Американского телевизора я тоже редко смотрю этот телевизор А российская я смотрю только вот этот КВН в основном Потому что больше, я считаю, смотреть нечего Просто нечего По ТНТ там одна пошлятина Ну, конечно, там Пошлятина, не пошлятина Все равно было прикольно, конечно, смотреть эту Нашу Рашу Но все равно это пошлятина Значит, что еще сказать У Камызяков все шутки были новые Кроме, по-моему, двух песен всего лишь А все остальное, все было новое Ну, вопросы из зала Как всегда, некоторые были весьма странные Я не первый раз посещаю подобный КВН на Брайтоне Но было больше адекватных, таких интересных, веселых вопросов На которые можно было придумать какой-нибудь смешной ответ с юмором Чем, например, в прошлый раз Когда я ходил тоже на КВН Там приезжала команда из Пятигорска Вот, так что Довольно-таки неплохо было Ну, там, конечно, и Брайтоновские маразматики Тоже были С какими-то дебильными вопросами Но в основном все-таки Было, в принципе, ничего В принципе, так Довольно-таки терпимо И это мне понравилось в том числе У агентства «Лунный свет» было несколько старых шуток Но потом были новые шутки, но на старый лад Причем кто-то им написал шутки Именно касаемые вот жизни в Нью-Йорке Потому что они там говорили Там такие вещи, типа «Эта песня длится дольше, чем пробки на Пелси», короче Или «Эта песня вас достала больше, чем реклама похоронных агентств на русскоязычных радио» Да, это действительно так Кто-то уже из местных спонсоров, организаторов, видимо, вот всего этого Всех этих гастролей написал им эти шутки А вы знаете, действительно Я реально смеялся, потому что Вы знаете, здесь на местных русскоязычных радио Постоянно рекламируют очень-очень много всяких похоронных агентств Это прям, я не знаю, чуть ли не основной бизнес этих русскоязычных радиостанций здесь местных Ну, сколько их здесь сейчас? Две, может быть, три Три, кажется, сейчас еще какая-то появилась тоже на HD Ну, в общем, такие вот дела, ребята Прикольно было Правда, фото и видео было там запрещено, как всегда Хотя я смотрю, люди что-то там с телефонами что-то начали снимать Ну, я, в общем, не решился, не стал Я просто сидел и смотрел Просто наслаждался выступлением И не занимался там никакой фото-видеосъемкой И, в общем-то, очень даже и неплохо Может, и правильно, что запрещают Одно фото я, правда, сделал, но я его тоже не буду выставлять Мало ли что, потом кто-то что-то найдет, вы знаете И начинаются там страйки, короче Им так жалко, блин, вообще В общем, вот такая, короче, жизнь у нас Так мы провели прошлый выходной В субботу это было Вот день уже и заканчивается Не знаю, успею ли я на этот зеленый свет Но, блин, короче, на красный ехать, конечно Ну, так вот, что у нас там Закончим тему Закончим, что я говорил, да Что еще, значит, сами выступления их понравились А что единственное не понравилось, что очень много рекламы Компаний, которые вроде как являлись организаторами и спонсорами То есть там одна компания такси Чисто брайтоновская компания Для такой же публики Они, значит, рекламируют себя И делают акцент на том, что у них все такси У них лексусы А еще, оказывается, в Мазерате Я видел у них такси с этим названием Вот, но это вот, я говорю Это вот Именно для такой клиентуры, как вот на Брайтоне Они и находятся Что вот на такси они, типа, Лексус Вот, но это какая Чисто брайтоновская клиентура Которые, там, не знаю, еще Которые важно, на каком такси они поедут То есть это не бизнес-класс какой-то, ничего Вот, потом они очень сильно еще рекламировали Причем немножко в сами выступления Даже были вставлены такие рекламы Как бы в тему, типа, упоминания этих компаний Очень сильно, конечно, рекламировали российское телевидение Через интернет Тоже от одной конторы Которая относительно не так уж давно появилась Ну, то есть, есть и гораздо старше компании Ну, ее постоянно-постоянно тоже рекламируют Даже причем Вы хотели знать, что у вас в России происходит Вот вам, типа, подарочная карта Посмотрите, короче Ну, это было смешно, на самом деле Эта реклама была, ну, так, смешно И так, в принципе, в тему Но сам факт того, что, ну, как-то слишком много было этой рекламы Это, конечно, ну, немножко как-то не очень Но эти господа, эти, там, господа товарищи Камызяки, они так прикалывались над этой рекламой Мол, вот там приедет, короче, выступать Там Елена Воробей А потом что-то Да-да, я же сказал Ну, короче, они прикалывались над этим тоже В общем, все равно было весело Все равно было нормально И мне кажется, это даже, наверное, один из лучших КВН Выступлений КВНовских команд На которые мы здесь В Нью-Йорке на Брайтон-Бич ходили Ну, все они из России, я имею в виду, приезжали Когда-то мы ходили на КВН Вообще в 2006 году И даже Масляков сюда приезжал Так что у Маслякова у меня была возможность Из сцены, так сказать, видеть лично Без телевизора Но это было давно Это было уже 10 лет назад А сейчас они уже просто приезжают на выступление Масляков уже не приезжают То есть, как бы, ведущего нет Ведущий просто Ведущий просто кто-то Ну, чаще всего капитан какой-то команды Он и является ведущим Ну, или кто-то просто Один из команды Вот он ведущий Как бы, самого Всего этого представления Шоу, так сказать Вот так это происходит Но я говорю Очень даже прикольно Почему бы нет Можно на это сходить Все знакомые лица С телевизора Так, а по поводу Лизинга новой машины То, что мне Уже начали писать Не забудь показать Что-то там Кто-то там написал Заинтриговал Ребят, да там ничего такого То есть, машина будет Обычная колхозная табуретка Без понтов Мерседеса из салона не будет Машина из салона Но не Мерседес Потому что я не вижу смысла Сейчас переплачивать Какие-то там Переплачивать Раза в два, там три больше Чисто ради того Чтобы был Мерседес Который чисто использовать И просто и все, и сдать То есть, я Не вижу смысла И всех этих понтов Поэтому никаких там не будет Будет машина Которая спокойно проездит Ну Если очень хотите Можете в комментариях Высказывать предположение Что это за колхозная табуретка Ну а дальше Может быть Кто-то из вас И угадает Но я говорю Никаких понтов Ничего особенного И я не делаю из этого Какого-то представления Шоу Я не знаю Машина и машина То есть Она будет ездить Все будет в порядке И она будет нам удобно И все будет хорошо Машина для семьи Нормальная Тем более Она будет не одна То есть Ну две же машины В семье же две машины И две машины Не для того Чтобы одна стояла То есть Обе конечно ездят У нас в семье машины Просто Какая-то больше ездит Какая-то меньше ездит То есть Вот в этом В общем-то И вся разница А в остальном В остальном Все машины Используются По назначению И ни одна Не стоит там Полностью Законсервированный Там Или еще чего-то Так что Тут с этим Как бы Проблем нет Все используется По назначению Вот такие вот дела Господа Я вот так подумал Знаете Наверное Интересно Если Снимать Видео В две части Делать То есть Одно утром Другую Вечером То уже получается Ну довольно-таки Относительно Наверное Длинное видео В общем Наверное Неплохо Да Как вам Ребятки Такая идея Можно Зачитать вопрос Начать на него Отвечать А потом Сидя На работе Еще и Собраться С мыслями Может быть Чего я забыл Сказать В первой части А потом Можно договорить То что забыл Или что просто Не успел сказать А что По-моему Неплохая идея Ну и в принципе Чтобы видео Не были сильно Короткими То Наверное Это вариант Да Ребят Почему бы Нет Так что Возможно Будем делать И так Мы с вами Ну тут Как Я буду делать Вы будете смотреть Кому интересно Опять же Я как всегда Никому не призываю Там Подписываться Ставить лайки И соответственно Не даю никаких Обещаний Что будет в будущем Ну вы понимаете Вот Навязываются Людям Те кто Хочет Очень хочет Зарабатывать Там Копейки С ютубом Мне как-то Все равно На самом деле Навязываться Естественно Я никому Как ни раньше Не делал А то вот так И сейчас Не буду Ну наверное На этом Хватит Балаболить Получилось Наверное Видео Как немножко Ни о чем Но ничего страшного Вот Кадиллак Кстати Сарэк стоит Который мы Такой же Как мы Орентовали В Сиэтле В аренду брали Только у нас Белый был Ничего кстати Знаете Понравилась Такая нормальная Машина Можно брать Можно брать Нет Мы не берем Кадиллак Сарэк Сразу говорю Не надо писать Догадки Нет Мы берем Непремиальную Машину Вот вам и сузил Круг Догадок Обычную Просто обычную Нормальную Которую будет ездить И служить нам Верой и правдой Долго Долго Аж в течении Целых Трех лет Вот такие дела Все До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok